Меня, наверное, больше всего сейчас заинтересовал, зацепил подход, который сейчас прям реализуется в Узбекистане, потому что мы прям тоже живые свидетели того, как это регулирование принималось. По большому счету узбекский регулятор пошел по пути европейского. То есть это постановление, которое сейчас уже вступило в силу и устанавливает особые правила доминирования на цифровых рынках, оно по большому счету сделано по модели Digital Markets Act. Что интересно, вы тоже об этом упомянули, что там достаточно низкие пороги доминирования. Они не просто низкие, я бы сказала, что они критически низкие, потому что, ну что такое 50 тысяч уникальных пользователей в месяц? Откровенно говоря, это очень небольшая цифра, учитывая население страны, которое составляет порядка 27 миллионов человек. И учитывая открытые данные о том, что довольно высокая степень проникновения интернета, в принципе, в Узбекистане. То есть 50 тысяч пользователей в месяц уникальных – это совершенно небольшая цифра. А если мы берем второй критерий, а именно выручку годовую, то вот цифра в 37 миллионов сумм – это тоже, ну, просто с точки зрения любого более или менее заметного бизнеса, она настолько небольшая, что пробить ее можно за несколько дней. И на самом деле, вот как мне кажется, принципиальная проблема этого подхода, то есть даже не подхода, а именно вот такого определения этих порогов доминирования состоит в том, что компания, у которой будет объективно очень маленькая доля рынка и очень большая доля рынка, они обе одновременно будут считаться доминирующими. А это значит, что вот для этой маленькой компании ограничений будет так много, что она никогда не сможет нарастить рыночную долю. То есть это будет очень сложно сделать, потому что в этом и суть, да, особенно цифрового бизнеса, что пока ты не дорос до определенных каких-то пороговых значений, ты, в принципе, пользуешься разными способами для того, чтобы увеличивать свою аудиторию, пользователей и так далее. Но для компаний на узбекском рынке кажется, что таких возможностей может не быть, просто потому что там достаточно низкие пороги доминирования. И, например, вот если оценивать рынок маркетплейсов, то там есть свой национальный игрок с очень большой долей рынка. И есть вот российские игроки, которые не так давно вышли на этот рынок. И, конечно, эти игроки пока даже близко не обладают такой же аудиторией, как у этого крупного игрока. Но с точки зрения этих пороговых значений, их пробить можно практически очень быстро. Насколько это хорошо с точки зрения вообще регуляторной среды для развития цифровых технологий, мне кажется, что, наверное, это довольно спорно. Потому что, в отличие, вот в чем ключевая, на мой взгляд, да, ключевая была цель европейского регулятора, когда они принимали DMA, в том, чтобы защищать свой локальный рынок от крупнейших глобальных IT-компаний. И, собственно, они определили всего там на пальцев, ну, двух рук, можно посчитать, гейткиперов. То есть это далеко не большой список компаний. Это просто крупнейшие мировые гиганты, которые настолько сильны, что противостоять им практически невозможно. И то, мне кажется, что европейцы опоздали с этим регулированием, потому что, как вы сами показали, появление окна выбора не очень сильно повлияло на распределение долей на рынке тех сервисов, к которым потребитель уже привык. Поэтому к этому регулированию есть вопросы. Вот сейчас мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация в Узбекистане. Пока что этот акт только принят, он еще толком не заработал. Но вот мы сейчас тоже с интересом за этим процессом следим.